www.wixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день! Здравствуйте! В эфире радиобалкон программа «Раз в неделю» Разговорная информационная программа на нашем радио Студия Леонора Розин Михаил Губин, звукорежиссер Константин Рост У нас и телефоны прямого эфира 67212-93,9 И 67213-93,9 Предлагаю сегодня в честь долгожданной встречи с постоянным другом сделать исключение И не объяснять, кого мы приглашаем на нашу передачу Ну вот это вот, наших современников, искрененченов, своим делом Опишите, почему вы сделали паузу перед фамилией нашего звукорежиссера Чтобы не спутать его с фамилией нашего драгоценного гостя Оба человека нам по-своему дороги И в гостях у нас популярнейший самый, что скрывать, наш гость Любимец публики, полезнейший человек Человек-энциклопедия, даже у меня тут написано, кстати, в стихах Журналист и публицист, климатолог и геолог Константин Рангс Может, он не совсем климатолог, но сегодня придется Здравствуйте Здравствуйте, Костя Добрый день, добрый день Как вы поживаете? Погода чудесная, да? Ну, в общем, гораздо лучше, чем буквально неделю назад в это же время Да, замечательно Со мной в понедельник прошлой недели был превосходен Я все время думал Минус 20 еще было Не, ну помните, какой был чудесный снег Я, кстати, подумал, зачем я на 8 марта новогоднюю елку-то и выкинул Так постояло бы еще немножко Чуть-чуть И самое было то Да Шутки шутками, дорогой Константин Но, конечно, именно на тему климата Хотели и погодных всяких вещей мы с вами поговорим И нынешней весны, которую, наверное, можно всякой назвать аномальной Да Или нельзя Что это было? Чего опасаться? На самом-то деле все не было так уж печально Я сам видел фотографию 28 апреля, по-моему, 1989 года, если не ошибаюсь Юрмала, чудесный снег, лед, все замечательно Так что, в общем-то, нельзя сказать, что вот это вот снежные все эти заряды первой декады апреля Ну, это, ну, скажем, в 2010 году был так называемый пасхальный снегопад Когда неожиданно вот в этих числах выпал снег Но до этого момента же было потеплее Причем большой, там, Дума, Рискодум понесла большие убытки еще на его уборке Но это же было так бы разовое явление А чтобы зима вот так долго Чтобы всю дорогу, что называется Тянулась целый месяц чуть ли не и снег лежал, не таял Начальник была минусовая температура в апреле Причем хорошая минусовая температура Минус 20 было Минус 18 в апреле Не каждый год такое бывает Не каждый год такое бывает Это все глобальное потепление Вот, вот, вот А мы очень опасаемся Не предвестник лета грядущего очень уже в ближайшее время апокалипсиса Не пора ли уже скупать сети Мне вот стоя на Земле трудно понять, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот Так мне трудно понять, почему холод, вот это жуткий, означает глобальное потепление Да Но теорий-то очень много на самом-то деле Но одна из таких вот более-менее таких как бы просчитанных, да Она говорит о том, что в принципе глобальное потепление Это температура, как бы среднее повышение температуры по планете Как температура по больнице, да А на самом деле кое-где будет теплеть сильно, а кое-где будет холодать То есть вы хотите сказать, что есть вот такие места проклятые, благословенные Где в это время было наоборот тепло, жара не бывало Вообще, что такое потепление? Потепление, например, в Сибири, вот там было, условно говоря, нормально, там минус 50, а стало минус 40 Вот вам, пожалуйста, потепление на 10 градусов Но и не было в Сибири потепления Я просто, если так утверждаю, где эти точки-то, где потеплело вообще? Возможно, потепление было в Арктике А вы вспомните Где вот как раз, да, идти Вот-вот-вот Есть замечательный сайт, да Ну, 3W, да FMI, финский метеорологический институт, .fi Там есть раздел на английском языке И там можно найти специальную графу температура воды Балтийского моря Это не по каждой точке Это вообще по всей Балтике Но очень интересно наблюдать В ноябре месяце, в конце ноября, когда уже, вот, казалось бы, ку-ку, уже, как говорится, все должно смерзнуться и снег выпасть Температура воды в Балтийском море была где-то примерно плюс 9, плюс 10 градусов И все тоже за голову хватались, что это такое за осень, прошу прощения Да Вот, какой может быть снег на берегу, если вода плюс 10 градусов Никакого, мы помним И осень была тоже затянувшаяся Да, и все, и осень получилась такая длинная, пролонгированная Паралон, снег выпал жидкий и весной, да Да, ну а дальше, что мы, по-моему, получили Из-за этого перегревшегося Балтийского моря Не только Балтийское море перегрелось И Маринцево перегрелось, и Карское перегрелось В общем, все перегрелись Вот, потепление, однако же, да Вот, а теперь, значит, вот наступило у нас похолодание Все где-то, если где-то убудет, где-то прибудет И наоборот То есть, вот это компенсация за предыдущие страдания А из-за чего же перегрелись-то моря? Вот, глобальное потепление Да, говорят, гольфстрим остывает Тревожные вести доносятся Да, говорите меня о том, что, во-первых, на самом деле С гольфстримом ужасно печальная история Дело все в том, что что такое гольфстрим Мы до сих пор не знаем Вот когда, знаете, откроешь компьютер, да И там красиво, особенно, значит, современная мультипликация Тридре И бежит гольфстрим себе, да Сделали такие вот маячки Плавучие, которые мог отслеживать Спутник, их перемещение Сделали, ну, сколько финансов позволяли Это международный проект был В конце девяностых Приплыли в начало Там, где вот Флорида Не начинается, да Выкинули эти маячки В количестве нескольких сотен А это с резиновыми утятами Их, по-моему, посылали Очень красиво было Там, может быть, что-то и делали с утятами Но в данном случае Эти штучки выглядели не как утята Там градусничек такой был Все было хорошо Пустили их И стали отслеживать И через некоторое время Малость припухли Ученые мужи Потому что выяснилось Что эти Дрифующие Как они называются По-научному дрифтеры Так вот эти дрифтеры Обнаружилось Что они, знаете, так Скачут Как блохи То туда, то сюда То туда, то сюда То вдруг стоят на месте То вдруг, значит, убежали Потом почему-то назад поплыли Как это вяжется С представлением о том Что Гольфстрим Большая полномодная река Никак не вяжется Да, в одном направлении Должно ухота течь Ну да А тут, получается Что они скачут И очень медленно И как-то так, знаете Вяло Двигались они к северу Это после того, как продемонстрировали Прорисовали все эти схемы Потом делали специальные Спутниковые фотографии И увидели Что сам этот Гольфстрим Представляет собой Огромную цепочку викрий И получается, что Это, знаете, как люди Это, как его называют Китайские экскавады Вихали пропад в водяных? Да Передают друг другу кирпичи Солдатики, условно говоря Рабочие На месте стоят А кирпичи движутся Это один вариант Взрывается почка Да А второй вариант Когда каждый человек взял И кирпич понес Так вот, представьте себе Что кирпич Это тепло Вот А люди Вот эти вот Рабочие Это вода То есть в обычном представлении В реке движется Или в обычном течении Движется Несет человек Вот этот, как бы Вода Несет кирпич Тепло И все нормально А в Гольфстриме выяснилось Что напоминает Вот такую систему Цепочку То есть тепло Как бы эти дрифтеры Это передаются От одного к другому А вода сама не движется Или движется Но очень медленно И по этой причине Все теории Гольфстримовские Сейчас, знаете Очень напоминают Писание по воде вилами Вроде бы Занятие такое Шумное Да, активное А тут Как-то чуть То есть не так уж От него это и зависит Получается Все что-то Да, вот неизвестно Вот, понимаете Вот эта шикарная Фраза Сейчас можно сказать О том, что Ничего неизвестно Толком Потому что Извините меня Сделать какой-нибудь Новый бомбардировщик Вот Или какую-нибудь Еще новую ракету Вот Это, пожалуйста Это деньги в бюджете За всегда есть У крупных стран Да А вот, например Сделать этих самых Дрифтеров Которые бы могли бы Еще мерить Не только на поверхности Температуру А в глубине Там все Вот Но на это денег Как всегда не хватает Наука вечно сидит Вот на таких вот Ну, грошика Поэтому занимаются чем? Занимаются Ученые мужи Не от хорошей жизни Они занимаются Страшилками Вот, вот, вот Вот начинается Замечательная вещь Вот для того Чтобы получить грант Нужно же, чтобы Грантодатель Почувствовал Важность темы И вот тут-то Как раз Прекрасная тема Гольфстрим Встал Всем кирдык Вот мы тут Сейчас замерзнем Апокалипсис 2012 12, по-моему Фильм Нет, был Да, был Апокалипсис Да Вот это все 2012 год Вот это все Это замечательно Либо это Послезавтра Да, очень тоже Такой замерзающий Да, фильм Вот, замечательная вещь Вот, написали Тему, как сказать Подняли Возбудили Общественность Соответствующим образом Тут, глядишь Грантодатель Наконец-то Машну откроет Вот И грошки-то Ученым даст Даже, по-моему Вице-президент США Написал книжку Альберт Ворл Ну, тут Там еще Что-то такое Политическое было Я вот не вдаю Я про политику Нужно говорить не хочу Ну, вот, дядя Кость Когда вы говорите Таким, знаете Эпическим Сказочным слогом Ловко перемешивая С научными терминами Конечно, как-то Сразу спокойнее На сердце Становится лучше Но, тем не менее Вот сценарий Который в послезавтра Выше упомянутым Он действительно Так совсем Ну, как бы Никак Да Не обледенеемых Вода настолько теплая Ну, и имеет Такую огромную теплоемкость 2400 раз больше Чем воздух Что пока не остынет океан Никаких вот таких Диких морозов Образоваться просто Физически не может То есть, сначала Вот океан должен остыть А эта протяженность Это как вот сейчас Считали, что погаснет солнце Так вот океан Остановится Перестанет двигаться Течение Только спустя Несколько десятков лет А не может Что уже на следующий год Хоп Еще там Буквально на минус Ну, еще на 20 градусов ниже Уже же Уже гибель какая-то Да, но тут возможно Это абсолютно Не по причине Гольфстрима Вот как Тут есть Свои собственные Игрища Дело все в том Что Гольфстрим Именно в том смысле Что Гольфстрим остановился Там действительно Возможен провал Плотности воды И возможно Что Гольфстрим Будет отжат Так называемым Холодным Лабрадорфским течением Что тогда произойдет Опять-таки Кому как Кому война Кому мать родна У Испании Будет жаркий Дождливый климат И там Будет все зреть Что называется Как из пулемета А вот Нам будет холодно А вот нам звонят Тоже по телефону 67212 93 и 9 67213 93 и 9 Алло Добрый день Добрый день Здравствуйте Рад слышать Константина Мы с ним работали На радио 100 И я так сказать Режиссер Актер Не буду пиариться Просто вспоминается Мне строчка Из программы Свеча Великого философа Амар Хаяма Много лет Размышлял я Над жизнью земной Непонятного нет Для меня ничего Под луной Мне известно Что мне ничего Не известно Вот последняя правда Открытая мною Золотые слова Мы Все закивали Да Это Юрий Костя Юра Привет 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 Есть ли вопрос Может у вас какой-нибудь По климату Да Ну хотелось Чтобы На колдовам Чтобы мы Могли Чтобы весна Было все время Чтобы могли купаться Круглый год Чтобы Гольстрим К нам повернулся Вот и все Спасибо Наш гость Практически всесилен Если наступит весна Круглый год То боюсь Что скорость Эмиграции Отсюда Резко увеличится Потому что Кушать будет нечего Не вырастет В смысле ничего А ничего Расти то не будет Вся наша Извините У меня все местные растения Заточены под смену Времен года Вот Поэтому Извините То есть ровный климат Даже какой-то Неморозный Да Потому что мороз Тоже физиологичен Для дерева Посмотрите Деревья растут Растут В них накапливаются Всевозможные Грубо говоря Знаете как начать говорить Токсины Шлаки В конечном счете Все эти шлаки Концентрируются В листьях И после того Когда наступает осень Дерево Оно сбрасывает Эти листья Оно должно От них избавляться Оно сбрасывает Все эти листья свои И после чего Оно высыхает И в сухом виде Переживает Ну Обезвоженном виде Оно переживает зиму В это время Дерево спит Вот Но вместе с тем Где-то там В глубине Там где находятся Корни Там продолжается жизнь Вот И оно уже готовится Зимой Оно уже готовится К весне В ранке поступает Да Продолжают ваши фанаты Нас атаковать Здравствуйте Добрый день А у меня вот Я не знаю Несколько раз Ваш собеседник Выступал В то время Интересная тема Которую я хочу затронуть Она в принципе стара Вот Насчет климатического оружия Так сказать Да Я знаю Что там В локальных Так сказать Ситуациях На небольшой площади Уже давным-давно Применяют Например Распыляют Там Йодистое серебро Чтобы там Вызвать дожди Еще А вот что-нибудь Посерьезнее Например Воздействие на Иносферу Там СВЧ Излучением Или Какие-нибудь Землетрясения Которые способны В направленном Значит Месте Вызвать Катакризмы Что-нибудь Такое уже имеется Или У ученых еще нет Такой методики Чтобы значит Использовать Такие штуки Спасибо Чудесный Конспирологический вопрос Позволяет В этом Вот Что-то очень Интересно Начнем с землетрясения Нам не ближе Дело все в том Что землетрясение Что такое Это Сотрясение Земной коры Связанное с тем Что срываются Как бы Возникшие напряжения Вот представьте себе Линейку Положили на край Стола Натянули ее Палец соскочил Она Затряслась Вот вам пожалуйста Примерно Такой же механизм Дело все в том Что вся земля Состоит из блоков И эти блоки Постоянно движутся Ну вот например Америка Она постоянно Она поворачивается Против часовой стрелки Как бы Северная Америка И она Через какое-то время Аляска окажется На месте Гавайев То есть там будут Тропики Ну а Наша Евразия Она поворачивается Как раз Навстречу По часовой стрелке И через какое-то время Здесь у нас Будет нормальная Полярная Тундра Вместо Аляски Будем Да мы будем Вместо Аляски Правда еще хуже Британцам будут Они вообще на Северном полюсе Унесется Индия В общем-то Она уже Как сказать Исчерпала Свой ресурс Толкания Евразии А вот зато Африка продолжает И всего через Каких-то 100-120 миллионов лет Наступит Кирдык Средиземному морю И начнется Горообразование И на месте Испании Австрии Балкан Поднимутся Огромные Десятикилометровые Высоты горы И всем им Конечно придет Там крендец Вон Значит То есть В общем собственно говоря Процессы эти Как бы понятны Сейчас мы имеем Очень точные Спутники Приборы Которые позволяют До миллиметров в год Измерять Что куда Движется И понятно Что вот где Находятся Вот эти напряжения И энергия Этих напряжений Такая чудовищная Что все Что может Сделать человек Ну по сравнению С этой энергией Это настолько Ну что называется Ну не всеизмеримо Но есть же принцип Могут возразить Есть принцип Спускового крючка Есть же принцип Спускового крючка Можно взять Так называемое Так-то низкое оружие Атомный взрыв Подземной шахте И пожалуйста Во И кстати сказать Такое действительно было Мало того Когда заполняют Большие водохранилища Усиливается Сейсмическая активность Толчки Потому что действительно Появляется смещение Горных пород Они не сильные Но тем не менее Присутствуют Вот когда делается Это Так называемая Добыча сланцевого газа Да Ну пожалуйста Гидроразрыв Пласта При этом тоже Кстати в США Наблюдали Остаточно уже Мощные толчки Они локальные В очень узких местах Очень конкретных Но тем не менее Что называется Штука Не получается Вот знаете Это получается Такая вещь Что я вот могу Что-то сделать Да Вот Но Что конкретно В каком месте Не могу Где шахнет Не ясно Да Вы представляете себе Это если вы имеете Такую условно говоря Кнопку с бомбой Да Вот Вроде теоретически Может она у противника Спрятана А может быть у вас В тылу И вот вы когда на ее Нажмете Только тогда Вы узнаете Что произойдет Да Где она вообще находится Может она под вами Только не очень-очень далеко От этого места А вдруг Северная Кореяна Давно уже Вот это двигает плиты Да Уж как же Руками Ладно Хорошо Тогда значит Не бывает Землетрясенческого оружия А вот на счет Его на сферы Там Вот это На счет И на сферы И на сферы Вот это действительно Как говорится Знаете Бывает так Что правильная посылка Она в конечном счете Приходит к неправильным выводам Дело все в том Что То что вот этот арп Который построен на Аляске Точно такая же штука Кстати находится И в России Это такая большая антенна Которая как бы должна Возбуждать ее на сферу Создавалась эта штука Для того Чтобы можно было Блокировать Возбуждение Искусственную магнитную бурю Которая происходит Если взорвать там Наверху Ядерную бомбу Представьте себе Какая ситуация Вы над своей Собственной территорией Вот та же самая Северная Корея Взрывает ядерную ракету Рядерную бомбу Извините Не где-то там А над своей территорией Ну на высоте Допустим там Сколько там километров Да Вот Взрывает То им ничего не будет Начинается Начинается по всей планете Геомагнитная буря Летят всякие системы Интернет летит Ну все что угодно Да Так И в этот момент Открываются Шикарные возможности Для перегачки Денег со счетов Для всяких Афер Вот Это кстати Не мое так сказать Плод возбужденного Такого Радиостанции Состояния Это все прописано Кстати самими Американцами Это шикарный сценарий Но дело все в том Что это действительно Реальная ситуация И когда американцы Посчитали Что в течение Всего лишь двух минут Можно перекачать Огромные средства Стереть базы данных По преступникам Произвести Огромные перекачки Денег с одних счетов На другие Полностью Привести Всю экономическую Систему Западного мира В полный хаос И формально Взорвали-то над собой То есть Никого не бомбили Да Вот Тогда-то Об этом еще Американцы давно думали Они стали создавать систему И решать вопрос Как с этим можно бороться Теоретически Если такое произойдет Харп включится Мгновенно Он очень быстро включится И он начнет греть Ионосферу Вот если ее начать греть Ну как микроволновка Только наружу Перевернутая Белая птица То в этом Нет, это высоко будет Птицы там не летают И вот Когда они включатся То таким образом Последствия Вот этой Искусственной Наведенной Бури Они закончатся быстро Не через два часа Условно говоря А в течение Сколько-то секунд Просто-напросто Никто не успеет Произвести Кардинальных Каких-то действий Ух ты То есть по большому счету Это система защиты От электромагнитной Атаки Вот Но Но климатически Изменить Климат На всей планете По сравнению С той энергией Которая существует Извините меня Сравниться с энергией Солнца Мы физически не можем Солнце Извините меня Чихнет А у нас уже Что называется Все посыпется У нас уже будьте здоровы Это не надо Как говорится Сравнивать Это мания величия Мы такие Слава Богу После короткого выпуска Новостей продолжим Продолжаем разговор В передаче Раз в неделю В студии Поврежим Михаил Губин Телефоны в студии 677-212-93-9 677-213-93-9 В этой часть передачи Мы больше звонков Постараемся принять Если будете звонить Если будете звонить Не стесняйтесь Звоните нашему Сильно ученому гостю Журналисту Публицисту Геологу Красавцу Константину Рангсу Который у нас в гостях Да В первую часть передачи Костя охватили Мы значит Предысторию Глобальную Глобальную Давайте говорить о настоящем И грядущем Пришла весна Как будто бы все-таки Да Радоваться ли ей Что вообще Какой она будет Какие плюсы и минусы Подводные камни Посетить своего доктора Ой-ой Почему Какого Любого Начните Начните Со своего Семейного врача Он направление Выпишет Это дешевле Я знаю От чего Опасный период Сейчас какой-то Очень опасный период Вообще Надо сказать Что Про то что весна Это период Обострения Всевозможных заболеваний Известно было Уж давным-давно По-моему Со времен Парацельса Потом Как-то Мы в наше время Как-то так В последнее время Манкировать стали Ну жизнь тяжелая Я понимаю Но вообще Это дело Действительно Серьезное Потому что Когда Проходит Вот этот Зимний период Он кстати На удивление Спокойный Для человеческого Организма Живем Так как Вышел на улицу Зашел на улицу Поспал Поел Ничего Как бы Такого нет До солнца Нет Все такое Тихое Потихоньку Такое засыпание Угасание А вот Наступила весна Ультрафиолет Появился Вот уже Где-то Тут Тут уже Несколько дней Я скажу Даже больше На роговицу На хрусталик В той или иной степени Но все равно Он влияет И мы кстати Не учитываем это То есть вы советуете Носить темные очки Ну это отдельный тем Тут можно много Говорить Давайте Пожалуйста Звоночек Да давно звонит Слушайте Здравствуйте Добрый день Добрый день Вопрос Константинов Извините Что немножко Может быть Не по теме Но поскольку Вы все знаете Объясните Пожалуйста Что такое Сланцевый газ И какое он Имеет Отношение К слансам Спасибо Спасибо большое Вот вы Ж такую Лопальную тему Подняли Сланцевый газ Это газ Который добывается Из пластов Сланцев Сланцы Это известные Осаночно-метроморфизированные Породы Древние Вот в них тоже Содержится газ Но в очень Небольшом количестве Газ который Можно достать Оттуда Вот он так и Называется Сланцевый Но химически Это тот же самый Метан С примесью Углекислого газа Сероводорода И других газов Поскольку Как говорится Примеси могут быть Большие То теплотворная Способность Этого сланцевого Газа Может варьироваться В очень больших Пределах Гораздо больше Чем от газа Который получается Из обычных источников Это тот же самый Газ Только называется По другому По месту нахождения И добывают его Другим способом Ну и добывают его Несколько другим способом Потому что С простым газом Как говорится Столько возни нету Да и Такого вреда Экологии нет В этот момент Гуголь Тихо обмазался Позором И умер в углу Какой ты отвечал На этот вопрос В простой зависти Да Давайте сразу Примес Здравствуйте Добрый день Добрый Я вот хотел Какой вопрос Затронуть Я вот сейчас Выхожу в ясные ночи На пленке В комету И Ну живу не в реке Живу в доме И вы знаете До 10 самолетов Одновременно Проходящих Ну 10 километров Летают Такие инверсионные Следы Они же Сжигают воздух И в принципе Разрушают Атмосферу Вот как вот это влияет Очень много А что в Европе Творится В Америке Это уже речи нет Объясните пожалуйста Спасибо Так мы хаотично будем Костенька Поможем кому можем Это история С инверсионными Средами Это следами Это конечно вещь Которая существует В природе Да действительно Самолеты летающие На такой высоте Реактивные самолеты 12 километров Например у них Машелон Да Вот Они естественно Сжигают действительно Многое кислорода И оставляют Выхлоп Это и углекислый газ И всевозможные соединения Сажа например В чистом виде Вот И из них формируется Вот этот инверсионный след Кстати вода тоже Продукт сгорания Но Дело в чем Об этом очень много говорят В той же самой Европе В Европе Как раз существует Поэтому всевозможные Ограничения Там специальные Там Налоги Акцизы Я не экономист Не пускай старые самолеты Да Но там да Там идет большая борьба С сокращением этих выбросов Хотя на самом деле Действительно Реально Радикально Сократить их Не удается Но и отказываться От самолетов Тоже как-то Так они вред приносят Да Они приносят Конечно определенный вред Так что тут Ничего не скажешь Но Но с другой стороны Это ничего Это И Есть очень много людей Которые преувеличивают Их вред На самом деле Никто не говорит о том Какой вред приносит Гигантская армада Судов Морских Которые используют Самое Низкопробное Топливо Мазут И Ладно Если в те же самые Европейские Американские Суда Используют Чистый Мазут С низким Содержанием Серый А допустим В Юго-Восточной Азии Где угодно Там используют Такую гадость Что Ой-ой-ой А ведь еще Пароходы до сих пор Существуют И вот На самом деле Что эти суда Они же там Тоннами в сутки Выбрасывают топливо В огромном количестве Сжигают его Так что там тоже И там кстати Они создают Если самолеты Как бы помогают Уничтожать Озон наверху Полезный для нас Озон Вот который Экранирует Жесткий ультрафиолет Возвращаемся К этой теме Да Жесткий ультрафиолет Ультрафиолет С Так называемый УФЦ Да Он экранируется Как раз Озоновым слоем На больших высотах А вот как раз Около земли Вот эти вот Двигатели Которые работают Они выбрасывают Тоже озон Но этот озон Очень вреден Потому что На самом деле Озон Это страшный яд Этот синий газ Он вообще Если его жиджить Он знаете Такого замечательного Небесно-голубого цвета Красиво Вот как аварийную краску Так хорошо развести Цвет такой Такая замечательная жидкость А если твердый Роза в углу Да Вообще потрясающе Но это дикий яд Вообще На самом деле Который убивает А почему не ограничивают Тогда Так в том-то и дело Что им надо заниматься Поэтому в Европе Говорят Сейчас борьба идет Об ограничении выбросов В том числе и озона Вот этим двигателями А в огромных странах Третьего мира Африка Латинская Америка Юго-Восточная Азия Да коптят они там Как хотят И вот это кстати Мне кажется Зачастую иногда Превращается в большую глупость Вводить у нас Какие-то ограничения Да Хотя у нас Может быть Ничтожный объем И так Выбросов По сравнению с тем Что творится там Продолжается Звонки Да Еще один запрос Хотят в Костину голову Ввести А вот Оборвался звонок Нет Вернулся Слушатель Здравствуйте Здравствуйте Извините Я хотел спросить Одну вещь Узнать Со стороны науки Как это смотрится Из Библии Очень много вещей Подтверждается Наука Откровение Предупреждение И вот было такое видение Насчет моря Что оно стало красным И рыба всплыла Есть какие-то Химические вещества Которые могут Такой эффект Создать Из космоса Или как Я думаю Есть какие-то данные Есть Совершенно верно Так что Пущай рыбу Подозвать На самом деле Например Красные приливы Это встречается Например У побережья Мексики Связаны Они ядовитые Эти приливы Потому что Это размножается Ядовитые водоросли И эти ядовитые Водоросли При размножении Своем Практически Высасывают Весь кислород Поэтому рыба Дохнет Вот этот красный Прилив Это большая проблема Естественно Чем более Загрязненная вода Допустим Химикатами Или там Добавлены Вот эти вот Удобрения Которые Спали Вот у нас Вода цветет Она сине-зеленые Водоросли А у них красные Надо сказать Что нечто подобное Похоже было И в Библейские времена Тоже наблюдалось Но здесь Есть еще одна До конца Наукой Неразгаданная Вещь У древних Море Описывалось Теми же словами Как сейчас Можно было бы Объявить Цвет Фиолетово-пурпурным То есть Условно говоря Для древнего Грека И для древнего Египтянина В море Было Фиолетовым С пурпурным Оттенком Сейчас Для нас Кажется Голубым Вопрос Конечно Не в том Что море Изменилось А в том Что Вполне Возможно Изменился Язык Понимаете В чем дело Язык Слова Словарный Запас И понятие Словом Стакан Можно назвать Вот эту Штуковинку Прозрачная Такая Радиослушателям Объясню Или вот Допустим Тоже стеклянная Но из матового Стеклокружка Условно говоря И то и другое Стакан И металлический Еще стакан Бывает Как деталь Вот Но по большому счету Одно отличается От другого Да Так вот Хотя в принципе Если я скажу Дайте мне стакан воды То неважно Куда вы эту воду Нальете Дайте мне волнуйтесь Да Вот тут как раз Этот важный момент Культрафиолет Вернемся Да вернемся Культрафиолету А вот и не вернемся А вот и не вернемся Слушатели Прежде всего А вот и не вернемся Алло Здравствуйте Добрый день Добрый день Вопрос Константину Чесноморные водоемы Озеры Реки Зарастают Илом Засоряются Пылью Листвой Появляется Как бы Среда Для выработки Сероводорода И в принципе Происходит Обмельчение Всех водоемов И рек И озер Что Можно делать Конкретно В этом случае Чтобы как-то Возобновить Глубины Спасибо большое Глубины Возобновить Я могу сказать Что буквально Несколько дней Назад На телеканале Дискавер Не сочтите это За рекламу У нас просто Нет конкурирующего Канала Тут в Латвии Была Показана Передача О том Серии Грязный Работенок Субтитры Озеро Превращается Самостоятельно Надо чистить Надо чистить Я Знаете Хочу сказать Что Дело все в том Что на самом деле С точки зрения Геологии Вот ну Как сказать И с точки зрения Природы Да Появление озер Вот у нас здесь В наших краях И вообще И Финляндии В той же самой Вообще В Европе Это дело временное Связанное с тем Что 10 тысяч лет Тому назад Ушел ледник Будущее Вот если ледник Никогда не вернется Это все зарастет Превратится в болото Потом высохнет И никаких озер Не будет Кроме вот этих Вот проток И какого-то Небольшого количества Озер не будет Это следы Ледника О Но Когда допустим Если опять придет Новый ледник То он опять все Заново счистит Опять потом уйдет Опять появится Новая озера То есть Если искусственные Эти озера не поддержат Они со временем Исчезнут Да они со временем Исчезнут Это естественный процесс Это как бы Земля залечивает Раны ледника Ого Вот Потому что озера Это заполненные водой Выемки Которые были ледником Созданы А без озер Почва не Как это Не высушится вся Влад Галич Например Там другая история Это у нас целая Препередача Выйдет о геологии Давайте еще Пожалуйста Звоночек Здравствуйте Вправ был Наш просто Слушатель Что нужно чистить Здравствуйте Разрешите Дополнить Пожалуйста Пожалуйста Значит Высказанное Выслушал Спасибо Константину Следующий вопрос Вынос Вот этой Пульпы Песка В залив Да То есть Там На выходе Появляется шапка Из-за этого Сопротивление Водоносной Ну как бы Струи Усиливается Здесь Власть Начинает Взрывать Огры Речку Другие места Налелупы Вот Нет Такого желания Вычистить Выход Рек В залив Потому что Из-за Батт Начинает На каких-то Глубинах Убирать То есть У нас Легче Взрывать Чем Что-то Делать Спасибо Дешевле Один Ответ Вы представляете Себе Значит Нужно Иметь Драгу Чтобы Драга Все это Вычистила Это Нужно Выкопать Если Не Покупать Драгу То По крайней Мере Сделать Надо Экскаватор Поставить На баржу Короче говоря Это Работа И Это Стоит Дороже Чем Опустить Заряд Взрывчатки То есть Если бы Чистила Возможно Даже Не было Таких Трагических Последствий Как К сожалению Сейчас Вы слышали Вогра Паводок Женщина погибла Пожилая Очень грустно Конечно же Чистить Следить Это Стоит Гораздо Дороже Чем Если Просто Кинуть Туда Взрывчатку Или Вообще Ничего Не делать Типа На все Божья Воля На самом деле Как говорят Что Господь Помогает Тому Кто Сам Себе Помогает И Мне кажется Что Это Инвестиция В будущее По большому Счету Если Мы Будем Следить За Условно Говоря Как Правильно Заметил Наш Радиослушатель О том Что Там Где Тормозится Течение Там Начинает Все Отлагаться Образуется Такой Бар Который Препятствует Движению Еще Хуже Все Становится Это Положительная Обратная Связь Все Хуже 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 Все Больше Будет Отлагаться И Под конец Река Например Будет Пытаться Прорвать Себе Сделать Новый Выход Кстати Вспомните В свое Время Река Лелупы Впадала Это Было 600 Лет Назад Она Впадала В Даугаву Но Потом Выход В Даугаву Забился И Она Нашла Себе Новый Путь Там Где Сейчас Выходят И У нас Образовался Остров Булли То По большому счету Это Постоянный Непрерывный Процесс Если Мы Хотим Сохранить Свою Сосществующую Систему С нашими Домами Со всем Прочим То Тогда За природой Следить Надо Копать Говоря Простым Языком Еще Звоночек Пожалуйста Примем Здравствуйте Еще раз Продолжить Хочу Вопрос Константину Константин Нарушен Вводообмен Мое Такое Листинное Видение Из-за Этого Застойные Воды Которые Происходят По каким-то Причинам Грунтовые Заболевает Корневая Листин Деревья Я вам Среди Все деревья Больны Онкологическими Заболеваниями То есть Ботаники Это знают Значит Ну Это же Очень плохо Когда От нуля И до семи Получается Аллергия У детей От нуля И до 14 16 Это бронхи У людей И от нуля И выше Астма Вот На это Ни в коем Мере Не хотят Обращать Внимание Что Из-за Нарушения Водообмена Из-за Этих Всех Пробок За Халатности За Лживость Я вас Понял Я прошу прощения Тут еще один У нас Звонок На очереди Я извиняюсь Давай Перенключим Я просто Хочу сказать Что Вы правы Это очень Важная Вещь Дело Все в том Что Подход Такой Что Если я Врач Я не Интересуюсь С ситуацией Вот это понятно Это не врач Должен Интересоваться Но в принципе Необходимо По этому Систему Консилиума Специалистов Мы имеем Грунтовые воды А заканчивается Это Извините меня Загрязненные Грунтовые воды Вот пожалуйста Астмой Да Сразу звонок Здравствуйте Здравствуйте Да Здоровый день Вопрос Вашему Собеседнику Знает ли Что Он Что такое Озон Химическую формулу И Каким образом Он может Образовываться При сжигании Дизельного Или мазута А мы вам Только Не вешайте В ответ В ответ Вопрос Какой мы зададим Тоже какую-нибудь Формулу Спросим Давайте Честная битва В таком случае Формула Озона Нет Озона Конечно Мы Подождите Мы вам В ответ Чем мы Спросим Хитро Не вешайте Пожалуйста Не вешайте А я прошу прощения Вы Если у вас Под руками Есть компьютер Чтобы не отнимать Время Радиослушателей Других Можно посмотреть Техногенный Озон В приземном Тропосферном Слое Там очень подробно Описано Как он Образуется Там еще Учитывать Нужно учитывать И фотохимические Реакции Тоже Спасибо большое Так вот Про весну Так и не поговорили Про весну Но вот Пара минут Остас Костя В целом Глаза выжигает Значит Закрывается Насчет глаз То ли сегодня То ли завтра На портале Слон.ру Должна быть Опубликована Моя статья Как раз По поводу Глаза Там И какие Параметры Есть ссылки На интернет Сайты Где можно Узнать Вот эту Интенсивность Солнечного Излучения В конкретный Момент Времени То есть Там со всеми Ссылками Дано Так что Заходите Туда В принципе В очки Нужно носить В очки Нужно носить Лучше стеклянные Конечно всего Либо хорошие Пластиковые С противо Ультрафиолетовым Покрытием Это обязательно Это вот именно Вот инижний период Когда начинается Солнечный дневник Вообще-то надо Постоянно В летнее время Потому что Мы северяне Очень плохо Реагируем на солнце Но есть еще Одна беда Никогда Человек Не жил Извините меня С компьютерами Мы же Упираемся В монитор У нас и так Нагрузка на глаза Очень большая Нагрузка на глаза Потом у нас Еще вот эта Нагрузка от солнца Вот Возникают комплексы Проблемы Автальмологи Всего мира Это статьи Понаберите Это же кошмар Они везде Бьют тревогу О том Что увеличиваются Проблемы И люди забывают О том Что глаза Это что называется Уникальный Тончайший механизм Запасных не вставишь И поэтому Надо очень За ними следить Всего-то Одел очки Модные очки Купил Шляпу Кстати шляпа Широкополая Закрывает до 15% Или бейтар Бейсболк Сомбрера надо брать И красиво И практично И все И то есть Никаких проблем нет И тогда все Будет хорошо И особенно важно Если уж поехали Вот сейчас Куда-нибудь на юг То нужно помнить Что то что для нас Что для них там На юге Допустим 6 баллов Ультрафиолета Это весна И они к этому привычны Поколениями Генетически То для нас 6 баллов Это наш июльский максимум И нужно заботиться О своей коже Последний вопрос А вот Костя В целом Это весна Как обычная весна Или все-таки В силу Вот предыдущего Этого периода Какая-нибудь Еще повышенная Секретная опасность Или весна Как и всегда Это некатастрофичная весна Так скажем Не самая обычная Но некатастрофичная Еще вы думаете Нормально будет лето Да все дела Ну а вот насчет лета Это профессионалы Говорят так Что мы с кожей Можем сказать О том какое будет лето Примерно после 20 мая Вот приходите к нам Ближе к лету Расскажите Вот когда будут новые данные Тогда и можно будет поговорить У нас в гостях был Замечательный человек Журналист Фублицист Климатолог Геолог Блестящий оратор Константин Хранкс Да До свидания Мультимедийный информационный портал